Всем привет! Сегодня у нас просто замечательная погодка, потому что нет солнышка, но при этом тепло и особо нет ветерка. Я сегодня вышла, вообще ветра не было. Сейчас, знаете, повернула за угол и раз, и небольшой ветерок. Сегодня у нас будет с вами болтологическое такое разговорное видео. Все, я буду вам рассказывать о том, как вчера, сейчас посмотрим машин, нет, видите, сегодня вообще очень какой-то очень спокойный день. Я была вчера на одном мероприятии для иностранцев, которое проводила миграционная служба и также, так, ТАПУ, ТАПУ это Дирекция по регистрации земельных участок, кадастровая, да, по-моему. Будем с вами сегодня... Ой, у меня капелька на фотоаппарат капнула. Может, будет дождик, может, сейчас будем где-нибудь прятаться. Будем с вами сегодня гулять и беседовать, потому что у нас сегодня с вами больше основная тема, как бы, будет не созерцание, а именно информация. Для начала я расскажу вам, как я узнала об этой встрече, какие у меня там казусы произошли. И немножко так такой легкой, интересной информации, а потом начнем уже серьезной. И закончу я видеофрагментами, которые я снимала на встрече. Я поначалу думала, что эта встреча будет только для русскоязычных и думала, что будет синхронный перевод прямо на сцене. Но оказалось, что это интернациональная встреча для всех иностранцев, которые проживают. Нам раздали переводчики, устройства, которые переводят с наушниками. И каждый выбирал свой язык и слушал. Я скажу, что нам с переводчиком повезло не очень. Я уж не знаю, как там было англичанам, немцам, полякам и всем остальным. Им повезло не очень, в том плане, что у него тембр голоса такой, что он сливался с говорящим. Приходилось затыкать просто второе ухо. Так как я все-таки турецкий знаю, мне хотелось сравнивать информацию. Почему я взяла наушники? Потому что информация не такая легкая какая-то, а именно информация, в которой нужны, и общая информация, в которой нужны именно детали. Поэтому я взяла наушники, их давали на входе. Нужно было оставить какой-нибудь документ. Паспорт или вид на жительство. И вам давали наушники. А при выходе вы сдавали наушники с этим устройством, переводчиком. Вы сдавали наушники и получали назад свой документ. При входе еще также раздавали анкеты, которые нужно было заполнить. Там нужно было просто написать, с какой вы страны. Ну, то есть это было по желанию. Ну, как бы в помощь отделу, который работает с иностранцами. Какие бы мероприятия вы хотели? Достаточно ли вам той информации, которую вы получаете? Чем вы больше бы пользовались мобильными приложениями или сайтами? Ну, такие вот общие вопросы. Начался дождик, поэтому мы с вами спрячемся под дерево. Будем сидеть в засаде и продолжать беседовать. Раздали нам еще вот такие брошюрки, которые будут мне сейчас помогать вспоминать ту информацию, что я получила вчера. Дело в том, что, возвращаясь к переводчику, который был именно для русскоязычных, также он не всегда корректно переводил, не всегда полностью переводил, потому что я-то понимаю, но не было возможности вот это то снимать, то одевать наушники, чтобы послушать информацию от первого лица, что капать перестало, перестало, там немножечко совсем, чтобы послушать информацию от первого лица и услышать там, нет, капает. Сейчас дойдем до следующего дерева. Вот, иногда, на некоторых моментах он просто молчал, как бы не успевая переводить или не понимая Видно было, что переводчик не русскоязычный Переводчик, скорее всего, турок, который выучил русский язык Когда на некоторое время вначале переводчик сменился, была женщина, у нее звонкий голос, она очень четко переводила Видно было, что это по произношению, что это русскоязычная женщина И было все намного понятнее Спряталась я под козырьком аптеки, потому что дождик все-таки капает, капает-капает активненько Я боюсь просто за свою, не за себя, потому что такой дождик мне-то вреда не нанесет А вот моей технике вполне-вполне Теперь по порядку, как я узнала о встрече Я почему-то нигде не увидела ни на фейсбуке, нигде не увидела информацию сама об этой встрече Возможно, она была Возможно, я не состою просто в тех группах, хотя я в очень многих группах состою Где была эта информация Либо ее надо было смотреть на сайте мэрии По-моему, дождик прекратился, можно идти Либо ее нужно было смотреть на сайте мэрии Либо в другом каком-то месте Я этого не сделала Но мне позвонила Татьяна, председатель межкультурного сообщества И сказала, что будет такая встреча Не хочу ли я от сообщества, так как я именно в контакте с этим сообществом Потому что для меня там комфортно и легко Не хочу ли я от сообщества сходить на встречу То есть там можно было всем абсолютно Но все равно у них как бы нужно было подавать заявки Какое количество людей, от какого сообщества идет Я с удовольствием согласилась И сходила на эту встречу Встреча проходила 20-го числа, во вторник В 2 часа меня это устраивало Потому что я как раз заводила Эртана к часу в школу И сразу отправилась там близенько На автобус единичку Встреча проходила в культурном центре В зале на втором этаже Но по нашим меркам это третий этаж Очень в такой официальной атмосфере Очень приятной атмосфере И очень дружественной атмосфере Уже в автобусе, когда подсаживались люди Я понимала, что люди едут на встречу Потому что они были более торжественно одеты Было очень много иностранцев, европейцев Я немного удивилась Потому что я предполагала Рассчитывала на то, что встреча будет именно для русскоязычных Как это часто бывает Встреча была интернациональная И от этого статус встречи приподнялся Еще больше И ощущения встречи более торжественные На встрече я узнала Озвучили цифры, что около 20 тысяч иностранных граждан Проживает на территории Алании Я так поняла, что Алании именно В Алании около 20 тысяч иностранных граждан И они еще сделали поправочку Сказали, что мы говорим иностранцы Потому что, чтобы было понятнее Что это не люди, родившиеся и выросшие в Турции А именно приехавшие Но, увы, говорит, для нас не иностранцы Мы к вам относимся не как к иностранцам А как к своим людям То есть вы наши гости Вы наши друзья Показалось им, что иностранцы звучат немножко грубовато Для людей, которые здесь уже давно живут Опять же проявилась пресловутая турецкая тактичность На встречу я пришла вовремя Там на лестнице выстроилась очередь Никакой толкотни Абсолютная интернациональная очередь Вы подходили Писали свое имя, фамилию, свою страну И вам выдавали брошюрки на языке вашей страны После чего вы подходили Оставляли свой документ Удостоверяющий вашу личность И в счет этого документа Вы брали как бы гарантию Что вы вернете устройство для перевода Вам выдавали наушники И вам выдавали это самое устройство Мы продолжаем с вами движение по улице Барбароса В районе Ени-Махале И движемся в сторону Кистеля Это часть от часов и до Кистеля Сегодня я решила прогулять вас здесь Потому что здесь как-то спокойнее И нам с вами будет удобнее и легче разговаривать Также при входе, когда я только заходила в культурный центр Я увидела, что там готовится фуршет Фуршет, который организовала кондитерская Ханжи И фуршет этот был в перерыве После того, как закончили тему про ВНЖ Как его получить На каких основаниях Какие правила действуют Какие документы необходимы Все это мы с вами будем обсуждать Об этом, обо всем Все, что я запомнила, я расскажу Я опять же повторюсь, вернусь к той теме Что я считала, что будет только для русскоязычных И там будет синхронный перевод Но дело в том, что оказалось, как оказалось Что это интернациональная встреча И перевод у каждого индивидуальный У каждого свои наушники И я сначала попыталась слушать на турецком И хотя бы слушать наушники И просто снимать полностью встречу Но я поняла, что тогда это видео Если я буду для вас переводить Выйдет, наверное, через полгода Потому что с какой скоростью я обрабатываю Еще если я займусь переводом То это будет информация уже устаревшая Информация, именно информация Когда она, это не только созерцание А именно какая-то важная информация Нужна свеженькая Потому что, возможно, кто-то из вас Вот прямо сейчас собирается Оформлять вид на жительство Поэтому я приняла решение Слушать Немножко я поснимала И в конце этого видео То, что я снимала, я без перевода выставлю Какие-то основные тезисы Какие-то основные правила Но они также есть и в брошюрке Которую нам раздали Которую я сейчас буду пользоваться Потому что мой мозг уже давно Не имел необходимости Удерживать столько информации И я боюсь что-то упустить Но буду стараться вспомнить все, что я слышала Сегодня, как оказалось, очень тепло Я в теплом свитере Вчера мне так было в нем комфортно Но сегодня даже немножко как-то парит И скорее всего к дождю Я купила водичку Не могу без воды в таком климате Кстати, там неплохую обувь Если кому надо За 34 лиры По-моему, детская из Нубука Ботиночки В шоке Когда будут, не знаю Кто здесь живет Подойдите к шоку Посмотрите или в интернете Посмотрите, когда будет эта акция А может даже и не детские Я размер-то не посмотрела Просто увидела Возвращаться уже не буду Касап Касап это мясная лавка Подходим мы уже к концу Мы сейчас к бывшему Хэппи Элеганту Как он сейчас называется, я не знаю Название я сменила Сначала Хэппи Элегант Потом Хэппи Элегант Сначала немножко расскажу Пару таких смешных моментов Чтобы потом мы на них не отвлекались Уже когда речь пойдет чисто об информации Когда закончилась первая часть Всех пригласили на форшет вниз Перед входом в культурный центр На кофе То есть там можно было кофе, чай взять Не знаю, был ли чай На кофе точно было Были другие напитки, лимонады Все это, естественно, было бесплатно И я спустилась, смотрю Там очередь за кофе Думаю, я потом, они все равно никого без кофе не оставят Я в очереди стоять не хочу и не люблю Поэтому я пока покушаю А потом подойду и выпью кофе И я подхожу к первому же столику Смотрю, там много людей Думаю, тоже не хочу в этой очереди толкаться Я решила сначала перекусить А потом уже попить кофе Подошла к столику Возле которого стояли Турки, молодые люди Двое парней И одна девушка Посмотрела я, что все остальные Высокие столики Заняты И увидела на этом столике Стояли тарелочки с курабье То есть с разными печеньками Такими, которые в ханжи продаются Мы с вами куда пойдем? К морю? Нет, давайте так, потому что От моря дороги будет шумно Мы не сможем с вами разговаривать Ну а здесь у нас, как видите Очень тихо И можно спокойно беседовать Кстати, вот эту машину Такого цвета Мы увидели вчера Когда ехали С одной знакомой С этой встречи И как раз она мне говорит Смотри, смотри, какой цвет у машины Интересный такой Еще и перламутр Ну и вернемся К тому казусу Который со мной произошел Но потом я поняла Что вовсе это не казус Как бы все было правильно Я смотрю, что тарелочки наполнены И думаю Я так посмотрела Что везде стоят тарелочки Но возле них стояли так же и люди Смотрю, как-то молодой человек Пьет кофе И немножко Тарелочка, она как бы возле него Но не совсем возле него Немножко так на нее Отстраненно смотрит И я решила Что это свободная тарелочка Наполненная куробья Пододвинула ее себе Пододвинула Потом до меня доходит Думаю, а вдруг это человек Вдруг нужно было брать тарелочки Компоновать их Самим набирать И он для себя это поставил А я так пришла Нагло взяла и забрала Но так как турки народ тактичный Они никогда не выскажут Не будут ругаться Что вы там делаете Это моя тарелка Нет, они с удовольствием Поделятся с вами Даже, я бы сказала Отдадут полностью Спокойно Что со мной произошло Но потом до меня дошло Что все-таки, наверное Это была общая тарелка Но еще получилось так Что вот стоит человек Пьет кофе Возле него тарелка Я взяла эту тарелку себе А потом говорю Ой, извините Это, наверное, ваша Он такой уже говорит Нет, нет Пожалуйста, кушайте И отошел И меня стали мучить Это очень тихая На улице И очень хорошо разговаривать И меня Через какое-то время Когда я увидела Что люди Сами набирают тарелочки Мне стало так стыдно Я подумала Что человек Вот для себя Собрал тарелочку А я взяла И раз И отобрала Меня очень долго Мучила совесть Я ходила Сама в душе И смеялась И негодовала Вот как так Но тактичные Турецкая тактичность Опять же Полностью Тем более Что была встреча Для иностранцев То есть Мне никто Норовое учение Не читал Никто не сказал Это моя тарелка Отдайте Хотя вполне возможно Что уже были на столах Вот кто был на встрече Скажите мне Кто первый спустился Чтобы меня все-таки Совесть не мучила Что я вот так вот Просто из-под носа Вырвала у человека Его тарелку Мне кажется Что на столах Все-таки уже были Приготовлены Какие-то вот наборы А те кому не хватило Или кто что-то свое хочет Те ходили и добирали Мне было Опять же повторюсь И смешно И стыдно одновременно Давайте сюда К паркам пойдем Посмотрим В каком они состоянии Я вижу уже Что видите Краски здесь Более блеклые стали На этом садике На Арчичее Потому что раньше Они были Намного-намного ярче И вижу уже Что горки Тоже стали бленькие Но здесь Горки детские меняют Где мы были В Кистеле В парке С водопадами Там детскую площадку Поменяли полностью Абсолютно И поменяли буквально недавно Потому что В прошлый раз Когда мы были Там еще была Старая площадка Здесь тоже будет Постепенно Здесь еще ярко Какие-то там вещи Побледнели Остальное Все ярко Это спортивная площадка И это Детский парк И все ярко И все красиво В принципе Пластик Что с ним будет Это если только Что-то деревянное А если пластик То с ним Все хорошо Дело в том Что я была голодная Я была голодная По какой причине Сейчас будете Сейчас будете Хохотать За день до этого Я решила Вечером Погреть квартиру У меня будет Отдельное видео О том Как правильно греться Потому что Очень многие люди Либо живут В холоде Чтобы не оплачивать Огромные счета Либо греются так Что у них потом Счет приходит На 500-600 лир Я расскажу Как это сделать легко Как это сделать Экономично И как это сделать Разумно Ну вот Я включила Эртану ноутбук Он у меня В ютюбе Мы находим Очень ему нравятся Развивающие уроки Для детей По физике По химии По английскому Он просто Настолько воодушевился Он там Какие-то себе Пометки делает Потом приходит Мне объясняет И он сел В комнате Я ему Естественно Комнату нагрела А потом решила Включить кондиционер Уже у нас В зале Потому что Эртана закрыла дверь Чтобы мы там Потеплее было Он немножко Подпростыл Включаю кондиционер Буквально Через полминуты У меня вырубается Полностью А мужа дома Нет Он в командировке У меня вырубается Полностью Щиток Ну я думаю Я услышала этот звук Думаю Ну да ладно Я сейчас подойду И подниму Ага Не тот то было Подойду и подниму Самолет где-то низко Звук такой А где он? Звук слышите? Звук слышу Самолета не вижу За домом Наверное где-то Или в облаках Я начинаю поднимать Рубильник он называется Да по-моему Начинаю поднимать А он опять вниз И искры идут Ну я опять Абсолютно Спокойно Не переживаю Думаю Ну значит Внизу там вырубила Где счетчик стоит Я спускаюсь вниз Ничего подобного Там все в порядке Ничего не вырубила И тут у меня начинается Такая легкая паника Это было уже 10 часов вечера Я звоню мужу Говорю Позвони электрику Он звонит электрику Электрик спит Говорит До утра Ничего не получится Я побежала к соседке Попросила ее мужа посмотреть Он сказал что все Там скорее всего сгорел щиток И нужно менять Весь полностью щиток В общем легли мы сертаном Я занесла ей продукты Которые могут испортиться И так мы легли спать На утро я подхожу Поднимаю щиток А за день до этого У нас закончился газ И я на электроплитке готовила Там же есть Вот три газовых конфорки Одна электроплитка Кстати сюда вы можете Отдавать вещи Вот когда вы видите Такие контейнеры Это значит сюда вы можете Бросать свои вещи Которые вы уже не носите Но которые могут Еще для малоимущих семей Которые еще можно носить Я кстати несколько раз Ну мы постоянно Регулярно Все что мы не носим Когда у нас идет смена вещей Из чего дети вырастают Что я не могу отдать знакомым По возрасту им не подходит То я все сюда собираю И обувь и вещи Мы все время кладем в эти контейнеры Какая-то погода такая Размеренная сегодня Я как не хочу более энергично Начать разговаривать У меня ничего не получается Понимаете Я только начну увеличивать темп И у меня опять такая вот Расслабуха просто Поэтому сегодня в таком Ничего не получается В таком темпе сегодня Вот и будем так расслаблены Идти и беседовать У меня и мысли такие же Расслабленные сегодня Но такая погода просто Замечательная для нас И я с Барбароса пойду Не в сторону моря А пойду в сторону горы А потом наверное мы вообще с вами будем идти По Кистелию Просто идти и болтать Там меньше народу И нам с вами будет легче И мне собраться будет легче с мыслями Продолжу свой рассказ Почему я была голодная Газ у нас закончился Как-то получилось Что я бегала-бегала У меня дома целый день не было И поэтому я газовику не позвонила Думаю Ну пару дней мы на электроплитке Поготовим на это электрическое Одно и нам хватит И тут у нас вырубается свет Готовить вообще нет никакой возможности Даже чай нагреть Мы все холодное что можно было Там подъели С ртаном Что могло испортиться Спасали продукты Запили это все холодной водичкой И легли спать На утро я стою Подхожу к щитку Бац А он включается Думаю какое счастье Только когда Где был именно Подсоединен кондиционер Тут щиток не поднимался Ну думаю ну и ладно Там пару розеток И кондиционер В принципе мы с ним До этого им не пользовались Я уже подозревала Что с ним что-то не то Хотя прошлую зиму Он нас очень хорошо спасал И вот так вот мы живем Свет есть Лампочки горят Ничего из электроприборов Не включаем Потому что сейчас такая погода Что включать надо Только вечером А утром у нас наоборот До часов пяти Открытые окна Потому что на улице теплее И мы греемся воздухом Теплым воздухом Который идет с улицы И мне отводить ртана в школу Самой идти навстречу Я включаю утюг Наглаживаю одежду Которую мы будем одевать Выключаю утюг У меня опять все вырубается Я абсолютно спокойненько Иду Думаю ну раз включился Значит все нормально Иду Раз-раз И не тут-то было И все Больше у нас не включился Думаю ладно Вернусь со встречи Вечером все как бы будет нормально Поднимаю щиток Вечером уже Когда вернулась со встречи Кстати Это забегая вперед Ничего Чтобы к этой семье не возвращаться Не такая уж она и важная В общем ничего не включилось В итоге мы вызывали электриков И полностью меняли Сигорту Вот эту как По-турецки знаю То есть Ну щиток там Не полностью прям весь Вот А вот эту часть Защиту Сигорту Страховку Страховка Была по той причине Что я не сразу Сообразила поднять щиток Я уже решила Что он не включится И газа нет Плита не работает Встали мы поздно Хватило только на то Чтобы ребенок Сделал быстрые уроки И пошел Собрался И пошел в школу Но мы все время Как-то у нас так получается С рта Ну что мы в школу не идем А мы в школу бежим Такси Это уже Кистылевское такси Не знаю Как Кистылевское такси Но вот такси Махмутлары Которые вызывают По этой кнопочке Оно бешено Мотает счетчик Опять в воздухе Звук самолета Но не таких Пассажирских самолетов Потому что От них звука нет Они же летают у нас постоянно Что за самолеты Не знаю Но из-за облаков Ничего не видно Продолжаем движение Я все-таки найду Где сесть Потому что я по себе чувствую Что я не смогу вам Серьезно и нормально Рассказать Дать информацию Потому что Ну я просто иду Я на все отвлекаюсь И невозможно идти Соображать Напрягаться Вспоминать Снимать Ребенку я дала С собой денежку Чтобы он покушал В школе А сама Рассчитывала на то Что я приеду раньше И смогу в того К дюнесе Чорбу покушать Там кстати Очень вкусный Мерджмек черба Чечевичный суп Очень вкусный И такая цена Что я уже дома Не напрягаюсь Не готовлю его Потому что Вот эти вот два часа На огне варить Подходить Помешивать Она все равно Немножко пытается Пригорать Постоянно Но автобус Шел гораздо Но он вообще идет Не то что он шел Именно в этот раз Он идет дольше Чем я рассчитывала К тому же еще пришлось Его немножко подождать Я на единичке ехала Чтоб никуда не идти Он там возле центра Близко Возле аквапарка Он останавливается И поэтому Я прибежала Абсолютно голодная Когда мы там Два часа Высидели Первая часть Правого НЖ Была два часа После этих двух часов Представьте В два часа Вот мы проснулись Где-то пол одиннадцатого В два часа Была встреча И в четыре Мы спустились На перерыв Вот на фуршет Это То есть до четырех часов Я была голодная Можно представить В каком я была состоянии С утра И до четырех часов На одном Апельсиновом соке И водичке И когда я увидела Эту тарелочку Все у меня разом затмило Думаю Надо же покушать Я даже не думала Что нужно покушать Я просто хотела Вот увидела И все Кушать 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 И именно по причине Этого голода Я там даже Когда немножко добирать Подошла себе сладкого Потому что на этой тарелочке Были такие кураби Которые соленые С сыром С кунжутом Но соленые А я хотела еще потом Сладенького И я подошла добирать Без очереди То есть я подошла Там как бы определенной очереди не было Но я подошла со стороны Простите меня пожалуйста Когда уже очередь на кофе Стала меньше Потому что оно закончилось Все рассосались Кто-то попил там лимонад А потом принесли опять воду Закончился именно кипяток Принесли опять кипяток И я уже спокойно Там я уже в очереди отстояла Потому что я уже была Абсолютно спокойно То есть человек Когда он сыт Он более равновешенный Поэтому я стараюсь Почаще кушать Мы уже двигаемся С вами по кистелю Я вообще честно говоря Не смотрю куда мы с вами двигаемся Я просто держу перед собой Фотоаппарат И пытаюсь найти Какую-нибудь Хоть скамеечку Где бы мы с вами сели И я вам спокойно рассказала Обо всем Что я услышала Посмотрите Какой интересный Османский воин Это мобилия Я так понимаю Что это Мастерская Где делают мебель Что-то мне уже здесь не нравится Тем более Что здесь нет тротуара А я отвлекаюсь на фотоаппарат И не всегда хорошо смотрю по сторонам Поэтому Я решила Что я все-таки Нет Я не решила Что я не пойду дальше Я решила Я вернулась назад Я повернулась Иду в сторону Махмутлара Но вот я сейчас не решила Или мне к морю пойти На скамеечку сесть Или мне пойти в парк В Махмутларе И там посидеть Я единственная Что боюсь Что от моря будет Ветер мешать Ну давайте попробуем к морю Субтитры сделал DimaTorzok